Дарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я зашёл на аккаунт самого топового трейдера среди моих знакомых, поэтому прямо сейчас, ребята, прожмите огромнейший лайк, подпишитесь на мой канал, и мы полетели! А, ну ещё и напишите любые хорошие комментарии, если хотите получить на халяву нож бабочкой ЛЕГОСИ, потому что у меня есть парочка промокодиков для вас. Так, ну что, давайте смотреть. Вначале, как только я зашёл, я вижу очень красивую аватарку, вот это качка, ребят, вот он, вы спрашивали, где же фулл кента, вот на фулл кента, внимательно смотрите, чисто я. Ну, ребят, ну, похож, похож, смотрите, вот, вот та поза, я помню, я фоткался, ребят, ну, 1-1 я. Так, ну, что, смотрим дальше, что же там по КД, что же по аккаунту, то есть, как мы видим, Мишаня, да, это мой модератор, ещё Мишок вы видели в Ютубе. Мишаня, короче, в стендов играет очень-очень редко, он просто трейдит, он с утра до ночи всё, что делает, это трейдит. То есть, как мы видим, в третьем сезоне он не сыграл ни одной катки в ММИ, во втором сезоне он сыграл две катки в ММИ, а в первом сезоне он сыграл, сколько, 12 каток в ММИ. Ну, короче, ребят, Мишаня, он не игрок, ему в стендов не интересен, ему уже 20 лет, уже другие интересы, там девочки, Мерседесы, БМВ, бандитские разборки, поэтому для него интересно уже только трейдинг. Так, ну что же, смотрим, какой у него КД в общей статистике, 4-0-5, кстати, он играет очень-очень хорошо и даже выиграл меня, но это было год назад. Ну, Мишаня, если ты меня слышишь, давай раз, раз, выскочим на 100 голды. История матчей, то есть, как мы видим, он вообще в стендов не играет. Переходим в клан, что же мы видим в клане? Мишаня стоит в киборгах, ну, как вы знаете, киборги и масляты, это дружеские кланы, поэтому можно сказать, что он стоит и в маслятах, и в киборгах, где он, где хочет, там, все стоит. Ну, а прямо сейчас мы, ребята, видим то, что у него 11 тысяч заявок, друзья, я просто в шоке, 11, мать его, тысяч заявок, друзья, то есть, это очень-очень много, и я просто в шоке, сколько у него друзей, у него 4 тысячи друзей, то есть, Мишаня добавляет всех, друзья, просто Мишаня, красавчик, потому что ты добавляешь всех, друзья, то есть, Мишаня, не ЧСВ, это уже плюс. Так, ну что же, а теперь, ребята, прямо сейчас мы посмотрим, что же он пишет в сообщениях, мне просто интересно, что же он пишет? Бро, ПЖ, дай голды, Мишу, купишь у меня М60 гибер с отрезанными наклейками из-за этого пасса за 16 голды, пишу. Конечно, куплю, Мишаня, что купил, ты богатый, мы не знаем. Так, что пишет с ней, Армия, Мишок, дай голды, ПЖ, на ролик не хватает. Да блин, чисто одни попрошайки, ребят, ну имейте вы совесть. Свою один на один, ПЖ, 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 давай, дружи, Даш, ПЖ промик на нож, какого хрена просят у Мишка промокод на нож, если он не разработчик, он обычный трейдер, он даже не играет с тендов. Я просто в шоке, ребят, посмотрите, что же ему пишут в личку, пишут Кент, 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 его перепытали даже с Кентом, потому что у него аутарка такая же, как у меня. Что происходит? Дай ПЖ 10 голды, Мишань, ну это просто трендец какой-то. Ну а прямо сейчас мы, ребята, перейдем в инвентарь. Так, 3, 2, 1. Ой-ой-ой-ой, и... Просто посмотрите, а зачем тебе Мишаню фури из боксы? Просто объясни мне, я, конечно, все понимаю, типа, ты красава, трейдер, но зачем тебе фури из боксы? Я хотя знаю, зачем их купил, знаете зачем? Так, давайте, пока Мишаню не видит, парочку откроем. Он их купил, скорее всего, для того, чтобы вдруг они выйдут на рынок, чтобы у него было куча боксов. Но за все время, что я в стенд-оффе, боксы никогда в жизни не уходили на рынок. Я думаю, вряд ли выйдут, выходят только кейсики. И скоро райвел кейсичек тоже выйдет на рынок. Так, ну что, открываем дальше, открываем дальше, смотрим, шо и как-то выпадает. Блин, Мишань, ну, конечно, я тебе скажу так, ты, конечно, красава. Нет, ну, Мишань, мне обидится, что я немножко, так сказать, его подпорчил инвентарь. Ну, а прямо сейчас, ребята, я вам буду показывать дальше его инвентарь. Это вам всем интересно, потому что мне тоже интересно нафиг ты, Мишань. Тут минимум штук 100. Так, листаю вниз, листаю вниз. Вижу пару перчаток, три. Я просто в шоке, Мишань, это вообще с нашей планеты. Охренеть, просто, ребят, посмотрите. Вот это инвентарь, вот это трейдеры живут, да? Вот такой вот среднестатистический инвентарь обычного трейдера. Так, давайте посмотрим, что у него за КРТХ. Потому что наклеечки довольно-таки прикольные, но, как по мне, Мишаня, они не подходят. Я абсолютно сюда бы Панишеров или Голдскулов наклеить. Так, ну что, смотрим дальше. АВМ Спорт у него есть. К сожалению, не ВМ Спорт В2, но тоже, ребят, неплохо. Так, ну что же, чем же отличается трейдер от обычного игрока, вы меня спросите. А он отличается тем, что он трейдит. На чем же трейдит Мишаня? Во-первых, он трейдит на Дезерт Игл Предаторах. Я просто в шоке, но Мишаня уже на них поднял пару тысяч голды. Мишаня, ты просто гений. Я не знаю, как ты это делаешь, но ты чисто гений. Но теперь я вам покажу самый главный способ заработка Мишани. Просто посмотрите на все эти наклейки. Это арканы. Вы понимаете, это не фотошоп, это не шутка, это реально настоящие арканы. Вы просто представьте, как же дорого все это стоит. Просто посмотрите. Это тренинг. Я листаю вниз, и тут арканы не заканчиваются. Они не заканчиваются. Мишаня, нахрен, дай мне пожил. Ты, я мечтаю, я умаю, ты, бакарарач. Вот. Мотаете на ус, у кого он вырос, у кого он не вырос, то просто мотаете. И запоминайте, на чем трейдятся опытные трейдеры. Просто охренеть, не встань, Мишаня. Мишаня, ну ты реально топовый трейдер. Я в шоке. Сколько у него всех этих наклеек. И они всего лишь стоят по 42 голды. Но через время, ребята, они будут стоить минимум голды по 100. И он сможет x2, то x3 сделать. Так, листаем вниз, листаем вниз. Охренеть, Мишаня. Мишаня, ты вообще совесть не имеешь, чтобы куда-то инвентарь получать. Это вообще нормально, это вообще законно. Просто, ребят, посмотрите. Это инвентарь Мишани. Да это просто охренеть какой крутой инвентарь. Я вот листаю вниз, а наклейки не заканчиваются. Да, ребят, вот это я понимаю. Вот это трейдер. Чего? Сколько стоит одна из таких наклеек? 216 голды. А у него их, посмотрите, сколько. Я просто в шоке, Мишаня, пожидай голды. Охренеть. Ребят, я говорю сразу, пожалуйста, у Мишани голду не вопрошайничать, он никому не даст. Если он даже мне не дает, он вам точно не даст. Также у него есть еще XP. То есть, если мы прямо сейчас сделаем вот так вот, то мы получим плюс тысяч опыта, да? Ой, Мишань, извини. Я просто проверил, что это такое. Также, ребята, кому интересно, у него почему-то две медали ветерана? А как это возможно? А как? Не понял. А как у него две медали? Чего? Чего? Я чуть не понял. Они же одинаковые. Они полностью одинаковые медали. Как у него целые две медали? И как вы понимаете, дядя Кент, ну если заходит на щит аккаунт, он этот аккаунт без подарка не оставляет. И подарок это не эти три говно-скина, которые я выбил с боксов. А это то, что я уже Мишаней закинул полторы тысячи голды. То есть, если вы посмотрите, я в него купил Desert Eagle Predator за полторы тысячи голды. В итоге, мы прямо сейчас на эти полторы тысячи голды закупаем. Ну давайте, для начала, десять фейбл кисечков, да? Дальше три Эмпайр. Три Эмпайр, потому что Мишане мало перчаток. Мишай, ну конечно, мы тебя не обидим. И еще крутанем два спина, а там уже говорится, больше будет. Спины, спины, спины. Давай, 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 давай. Опа, раз. Так, я купил только что два спина. То есть, получается как? Так, купил двенадцать фейбл кисечков. А, нет, не двенадцать. Купил десять фейбл кисечков. Купил три Эмпайр кисечка и два спина. Ну что, Мишань? Я попытаюсь тебе выбить Танта. Вот этот новый, самый крутой. Рестлес. Ну, брат, я говорю сразу, скорее всего, вряд ли. Потому что я, я не везучий. Ой-ой-ой. Я на секунду подумал, что нам с Мишаней повезло. Так, Рейнер Скирпак. Нормально, брат. Нормально, поет. Так, так, ну что, ребят, затягиваем на максимум. И смотрим, что же в итоге нам выпадет. Так, так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да, ну нафиг, Мишань! Я уже испугался. Давайте открывать. Давайте, давайте радовать Мишаню. Вначале Рейнер Скирпак. Сейчас посмотрим, какие же наклеечки выпадут от нашего Мишани. Ему упадает, ему упадает, что упадает. Стикер В2. Хэш тут непогано. Хэш тут неплохо. И идемте дальше. Пожалуйста, ребят, пожалуйста, пожалуйста. Мишань. Я прошу, я прошу, не знаю. Я прошу кейстик, пожалуйста. Давай Мишаню, Джи Команда. Мишаня будет очень-очень рад. Джи Команда. Мишаня этого заслуживает. Он очень хороший человек. Блин, спасибо, Фрод. Ну, трындец, не повезло. Так, ну что? Думаем о Легаси. Думаем о Легаси. Хэштег Легаси. Хэштег непогано. Хэштег удачи. Хэштег поехали. Ой-ой-ой-ой-ой. И что же нам выпадает? Как вы думаете? Легенда рачка. Это очень хорошо, потому что это только начало. Дальше лучше. Давайте еще раз. Раз. Два. Три. Легаси. Легаси. Ой, как много Легаси пролетело. А брат Легендарка? Рарка. Рарка, да? То есть ты хочешь меня опозорить, да? Стэндов перед Мишаней? Мишаня сдает така, вот и скажет, какие-то ПК. А че ты меня так хреново прокачал? Мишаня, с чем что будет? Не переживай. С чем что будет? Отмечай на лупа Галима. Так, ребят. Пожалуйста, пожалуйста. Да вы что, прикалываетесь? Опять Рарка? Ну это просто трендвилет. Мне кажется, мне Мишаня больше не даст така, чтобы я на него зашел. Ну пожалуйста, ну хотя бы, ну хотя бы Легендарка. Да че за хрень-то такая? Так, ладно, ребят. М-парки. Я верю в тебя. Пожалуйста, народники, не подкачай. Не подкачай. Давай Легендарку. Опять Рарка. Не, ну это просто, просто, ребят, не знаю. Какая-то карма, что ли, на Мишане постигла. Мишань, ты там точно? Хороший человек. А то мало ли, там бабушку через дорогу не провел. И все, уже, видишь, они Рарки падают. Ну ладно, ребят. Давайте верим в Аркану. Хэштег Аркана. Я очень надеюсь, что нам выпадет что-то стоящее. И я реально, ну не оставлю этот аккаунт с пустыми руками, ногами, ну и так далее. Так, ну че, поехали. Ой-ой-ой, это было очень горючее. Ну че, Мишань. Будешь трейдить теперь на этих, на Мках и Лизардах. Потому что у меня их выпало уже две штуки. Так, 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 так. Ну, Аркан, так. А когда Аркан выпадет? Я, конечно, извиняюсь, ребят. Я все понимаю, но мы уже, якобы, уже, ну, уже 10 минут видео снимаем. И еще никто на Аркан не выпало. Мишань, ну че с баллой-то, е-мое. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, может быть, скетски сделать? Может, в этом весь секрет. Давайте я прямо сейчас сделаю на Старфул. На Легаси. На Самурай. Мишань, братик, давай. Мишань, Аркану. Мишань, Аркану. Не, Мишань, не повезло. Блин, Мишань, ну я реально стараюсь, братан. Ну, помимо правил, я реально стараюсь. Ничего не упадает, да, юханы, бабай, ты. Лап, и ведь это страна, Леги, дарочки, поясним лечь. Ну, хотя бы перчатки, хотя бы перчатки. Я думаю, уже было бы неплохо, там какие-то перчатки Глоус, например. Ага. Ага. Ха-ха. Я понял. Я понял. Окей, 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 окей. Охренеть! Так, ребята, это было очень-очень близко. Короче, ребят, мы нереально не ловко перед Мишаней, но если вы наберете 10к лайков, можете Мишанью спасти, я его прокачаю на 10 тысяч голды. Поэтому прямо до сиху году проживай огромнейший лайк, подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. С вами был ваш Скин Туха, всем удачи, всем пока!